Здравствуйте, мои дорогие друзья! Любой иностранец скажет, что русского человека видно издалека. Итак, давайте поподробнее разберемся, какими нас видят иностранцы. Русский здоровается только с теми, кого знают. Если, например, ты в лифте офисного здания скажешь что-то вроде «Всем привет!», скорее всего, тебе ничего не ответят, а в воздухе повиснет вопрос «Что с этим парнем не то?». Если с тобой все-таки поздоровается незнакомый человек, то, скорее всего, после этого он попросит показать документы. В офисных зданиях есть места для курения, так называемые «курилки». Большинство сотрудников ходят туда очень часто. Самое странное, что именно там принимаются важнейшие для компании решения. Бывает такое, что люди, которые действительно работают, не имеют к этим решениям никакого отношения. Также в офисных зданиях у русских есть национальная забава. Те, кто стоит в лифте, наблюдают, успеет ли заскочить внутрь новый человек. Дверь чаще всего не придерживает, а того, кто все же успел заскочить, старожилы лифта активно недолюбливают. Не удивлюсь, если в каждом бизнес-центре работает подпольный тотализатор для такой игры. У кассиров в российских магазинах особенное приветствие. Пакетик брать будете? При этом ответить на него необходимо исключительно «Да». Потому что если сказать «Нет» или даже «Нет, спасибо», ты оскорбишь ее на всю жизнь. По крайней мере, выражение лица будет именно такое. Москва, город пробок. Самыми первыми в пробку попадают те, кто решил выехать пораньше и успеть до пробок. Судя по новостям, причиной пробок является погода. Причем не жуткий снегопад или ливень, а в принципе, наличие любой погоды приводит к заторам. Ну и напоследок, россияне не улыбаются на улице. А если улыбаются, то это или иностранец, или пьяный мужчина. Но если ты приходишь в гости, то тебя встретят самые милые и улыбчивые люди на свете. И после гостей ты уже идешь по улице и улыбаешься. И не потому что иностранец, и не потому что пьян. Подписывайтесь на мой канал. Чао!